Привет! Сегодня у нас, ну, такая тема, которая, кажется, вечно вызывает споры у всех, кто любит хороший звук. Да, это точно. Нужно ли дорогую аудиоаппаратуру оставлять включенной постоянно, вот 24 на 7? Или всё-таки выключать, когда не слушаешь? Вопрос, казалось бы, простой. Ага. А ответ? Ну, совсем не очевидный. Совершенно. Много «за» и «против». Мы тут пытались разобраться. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать ещё больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Да, информации много. С одной стороны, вроде как постоянный нагрев, он же медленно убивает компоненты, так? Ну да, есть такое дело. Износ от тепла. А с другой, каждый вот этот щёлк тумблером, когда включаешь, это тоже стресс для электроники? Электрический, механический. Циклы включения, выключения. Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной прогрев, вот эту почти священную процедуру для аудиофилов. О, прогрев это да. Есть там вообще реальная наука? Или это больше привычка, ритуал? Ну, скажем так, физика там точно есть. Вот. Наша цель сегодня не сказать, делайте только так. Скорее, ну, дать пищу для размышлений, помочь каждому решить для своей системы как лучше. Да, взвесить все факторы. Окей. Давайте что ли начнём разбираться? Давай. Итак, вот она дилемма. Что вреднее, постоянно работать или часто включаться-выключаться? Да, это как бы два разных зла, между которыми приходится выбирать. Начнём, наверное, с постоянной работы. Вот оставили мы усилитель, включённым на неделю. Что там происходит? Смотри, у любой электроники, ну, у компонентов, есть свой срок службы. Ресурс. Логично. В современной технике, ну, в транзисторных усилителях, ЦАПах, самое такое уязвимое место – это электролитические конденсаторы. Ага. Эти бочонки такие. Да-да. И вот их здоровье очень-очень сильно зависит от температуры. Есть даже такое правило, ну, эмпирическое. Если рабочая температура падает на 10 градусов Цельсия... Так? ...то срок службы конденсатора может удвоиться. Представь себя. Удвоится? Ничего себе. Да. Вот, например, конденсатор рассчитан, скажем, на 10 тысяч часов при 105 градусах. Это такой стандартный промышленный показатель. А если в твоем аппарате он работает при, ну, более прохладных 75 градусах, что вполне реально, да, то его ресурс может вырасти аж до 80 тысяч часов. Это сколько? Больше 9 лет непрерывно? Именно. Больше 9 лет непрерывной работы. Впечатляет. Хотя это время может пролететь ой, как быстро. Ну, а что там ломается-то от тепла? Он как, высыхает, что ли? Ну, в каком-то смысле, да. Внутри него есть жидкий электролит. Ага. И со временем, особенно если жарко, он потихоньку испаряется через уплотнение. Ну, как бы усыхает. Понятно. И это ведет к двум проблемам. Во-первых, растет его внутреннее сопротивление, ESR, так называемое. А во-вторых, падает емкость. ESR. Можешь объяснить вкратце. ESR конденсатора, или эквивалентное последовательное сопротивление, это резистивная составляющая внутреннего сопротивления конденсатора. Она приводит к потерям энергии и снижает его эффективность. Рост ESR ухудшает работу конденсатора, так как он приводит к потерям энергии, нагреву и падению фильтрующей способности. В основном это касается конденсаторов в сильноточных цепях, например, в блоках питания или фильтрах. В сигнальных цепях, где токи малы, этот эффект гораздо менее выражен. Ого! Получается такой замкнутый круг. Совершенно верно. Порочный круг. Нагрев ускоряет деградацию, деградация увеличивает нагрев. Поэтому да, постоянная работа, особенно если аппарат горячий, она съедает ресурсы этих конденсаторов. Ясно. Значит, с конденсаторами главная беда – это медленное высыхание от постоянного тепла. Чем горячее, тем быстрее. И они же почти везде стоят. Да, практически в любых блоках питания. Это очень распространенная проблема. Ну а дальше мы рассмотрим влияние прогрева на лампы. Оставайтесь с нами. Мы поговорили об аналоговой частоте звука. Ну а что насчет цифровой? Вы хотите извлечь максимум из вашей аппаратуры. Не секрет, что при конвертации разрешения аудиофайлов можно потерять качество. Автор нашего канала разработал Aoi Converter – профессиональную программу для тех, кто ищет точность в каждой ноте. Особенно для тех, кто для этого уже инвестировал в дорогую систему. Aoi Converter готовит записи в высоком разрешении для открытия возможностей вашей аудиотехники – домашней и мобильной. Полная и бесплатная версии нашего аудиоконвертера имеют одинаковое качество обработки звука. И в бесплатной версии нет демоограничения в 2 секунды тишины при конвертации одиночных файлов до 24 бит, 192 кГц на входе и выходе, что позволяет вам с удовольствием погружаться в любимую музыку. А если вам понравится, вы можете поддержать наш проект, включая этот канал, купив полную версию Produce RD. Она открывает все возможности Aoi Converter, и вы можете наслаждаться коллекцией ваших записей на своей великолепной аппаратуре. Пока Produce RD работает над пакетом файлов, вы можете посвящать это время другим нужным делам. Скачайте бесплатную версию Aoi Converter и оцените качество сами. И это вас ни к чему не обязывает. Все ссылки в описании. А вот с лампами там другая история. А что с лампами? Их срок службы ограничен постепенным истощением катода. То есть катод, который спускает электроны, со временем делает это все хуже и хуже. Эмиссия падает. Понял. Ресурс у них измеряется тысячами часов. Вот старые лампы NOS, New Old Stock, которые сделали давно, но не использовали. Да, легендарные. Они могли и 3, и 5, и даже 10 тысяч часов отработать. Современные? Ну, обычно поменьше. 2,5-5 тысяч часов. Тоже немало. Но все же. Да. И вот тут что интересно. Мнения расходятся. Некоторые говорят, оставляйте ламповую технику включенной. Это удобно, звук сразу стабильный, не надо ждать. Но они честно предупреждают. Да, лампы умрут быстрее. Прагматично. А вот другое мнение. Послушал пару часов, выключай. Считается, что жар от ламп вредит другим деталям в корпусе, и сам катод изнашивается от постоянной работы. Уточним, что катод изнашивается не от всего времени нахождения в горячем состоянии, а в первую очередь от количества реально отработанных часов. Есть эмиссия при наличии тока. Ведь даже в режиме молчания какой-никакой шум на входе усилителей есть. И класс усилителя, а точнее ток покоя, тоже имеет значение. Вот как. Стоит добавить, что присутствует так называемое отравление катода. Это когда его активная поверхность портится примесями из окужающего пространства, например, остатками газов в вакууме. Это тоже может влиять на срок службы, даже когда лампа просто находится под накалом, но без прохождения тока. Вот тебе и раз. Два мнения, прям противоположных. Именно. Это показывает, что тут компромиссы, и каждый выбирает свое. Кто-то удобство, кто-то ресурс. И это мы еще пожарных не спросили. Они точно скажут, никакой постоянно включенной техники. И будут правы. Хорошо. А это была одна сторона износа от постоянной работы. А что с другой? Вред от включений и выключений. Да. Вторая чаша весов. Тут два типа стресса. Механический и электрический. Механический? Это как? Ну смотри. Включаешь аппарат. Он греется. Детали чуть-чуть расширяются. Ну да, физика. Выключаешь. Остывает. Сжимаются обратно. И так каждый раз. Нагрев. Охлаждение. Нагрев. Охлаждение. Это называется термоциклирование. Звучит так. Ну, как будто металлическую скрепку туда-сюда гнуть. Вот. Отличная аналогия. Рано или поздно сломается. Здесь то же самое, только на микроуровне. И что ломается? Пайка? В первую очередь, да. Эти циклы создают напряжение в самих компонентах, но особенно в местах пайки. Там, где ножки деталей припаяны к плате. Ну и в других местах. А сейчас же припой другой какой-то используют? Без свинца? Точно. Без свинцовый припой. Он экологичнее, но, к сожалению, он более хрупкий, чем старый. Свинцово-оловяный. А-а-а, вот оно что. И он больше склонен к образованию микротрещин как раз от этого термоциклирования. Со временем трещина растет, контакт нарушается, и все. Отказ. Так что частые включения – это риск именно механического повреждения пайки. Понятно. Это был механический стресс. А электрический? Электрический – это момент самого включения. Это один из самых тяжелых режимов для электроники. Почему? Происходит резкий скачок тока. Его называют пусковой ток или in-rush current. Он нужен, чтобы быстро зарядить большие конденсаторы в блоке питания. Наверное, все замечали, как свет чуть моргает, когда что-то мощное включаешь. Пылесорс там или старый телек. Вот-вот. Очень похоже. Только этот удар тока происходит на внутренние компоненты. Диоды выпрямителя, транзисторы. Иногда даже трансформатор страдает. Ого! Да. Это серьезная нагрузка. Некоторые производители, они это понимают. И ставят специальные схемы плавного пуска. Задержки включения, чтобы смягчить этот удар. Но не все же так делают. Далеко не все. Особенно в старой или более простой технике. И вот это как раз сильный аргумент у тех, кто говорит «лучшее реже выключать». Ясно. Получается или медленно умирать от жары, или рисковать внезапной смертью от шока при включении. Примерно так. Но мы забыли еще один важный момент. Деньги. Электричество же не бесплатное. О, да. А энергопотребление – это очень важный фактор. И не только финансовый, но и экологический. Конечно. Сейчас вот есть директивы всякие. Требуют, чтобы техника в режиме ожидания в стендбайе потребляла меньше одного вата. И многие современные усилители, они действительно очень экономичные в спячке. Почти ничего не едят. А вот класс А, про него же легенды ходят. А вот класс А – это совсем другая песня. Его схемотехника такая, что он забирает много энергии постоянно. Даже когда музыка не играет. Ток покоя у него огромный. То есть он и без музыки греется, и потребляет. Именно. Он всегда на взводе. Поэтому для владельцев таких усилителей оставлять их включенными надолго – это могут быть прямо заметные расходы в счетах за электричество. Ну и не очень зелено, скажем так. Да уж, тут поневоле задумаешься, включать или нет. Хорошо, с дилеммой «включить-выключить» кажется стало понятнее. Непростой выбор. Давай на сегодня прощаться. А в следующей серии мы поговорим о уже прогреве компонентов и кабелей всяких. Давай. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях, что вы думаете о прогреве аудиоаппаратуры. Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть. И если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен! Субтитры сделал DimaTorzok